Российские оккупанты атаковали прифронтовую тепловую электростанцию. Об этом сообщает ДТЭК. В следствии обстрела ранены 6 человек. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции. В ДТЭК рассказали, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции предприятия были обстреляны врагом около 40 раз. Под огнем оккупантов в четверг также оказалась и Херсонская область. Россияне утром обстреляли село Львовое. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, один из прилетов был пожилому дому. 59-летний мужчина, который во время атаки был во дворе, получил травмы, несовместимые с жизнью. Захватчики выпустили по территории Украины уже более 20 северокорейских ракет КН-23, убив по меньшей мере 24 человека и ранив более 100. Об этом заявили в Украинской службе безопасности. В СБУ рассказали, что один из фактов применения таких ракет было зафиксировано еще 30 декабря прошлого года. Тогда оккупанты обстреляли Запорожье. После северокорейскими ракетами захватчики ударили по многоквартирному дому в Киеве. Также ракеты применялись по прифронтовым селам Донецкой области и Харькову. По меньшей мере 60 захватчиков ликвидированы во время удара украинских защитников по вражескому полигону во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила спикера Каюк Наталья Гуменюк. По ее словам, во время обстрела на полигоне проходила тренировка штурмовых групп. Предварительно там также находилось и командование. Украинское и польское правительства встретятся для решения проблемы на польско-украинской границе. Встреча состоится 28 марта в Варшаве. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. При этом он отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече непосредственно на границе. По словам Туска, это была бы символическая встреча, а этого не нужно. Ведь весь мир и так видит, насколько Польша помогает Украине. И не нужно дальнейших ярких жестов солидарности. Нужны технические переговоры, считает премьер-министр. Для поиска решений Польша также проведет переговоры на уровне ЕС. Туск рассказал, что уже в пятницу он встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйн и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной. После получения истребителей F-16 Украина будет иметь право наносить удары с истребителей по законным военным целям на территории РФ. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Толтенберг. По его словам, каждый союзник будет сам решать, поставлять ли F-16 в Украину. У всех разная политика. Однако он отметил, что Киев имеет право на самооборону. А это включает нанесение ударов за пределами своей страны. Что же касается вопроса о поставках этих самых самолетов, то Столтенберг заявил, что это невозможно сказать. Генсек отметил, что все союзники хотят, чтобы F-16 в Украине были как можно раньше. Однако эффект от истребителей будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.